ну что шла на ребят еще раз привет всем кто только подошел добро пожаловать продолжаем xenoblade chronicles 1 так на чем остановились на том что наши группы разделились после падения и каждый из них пытается прийти в себя и найти друг друга так что вперед так мы побегали за шелка и фиору который наконец-то присоединилась к нам и сейчас у нас райан с шарлой так матфей тапочек здравляем талян привет господи после вчерашних покемонов как же эта игра отлично выглядит что-то за звук тык что был кто-то дерется впереди шелк райан я прикрою тебя мы превратим их металлолом да не ну серьезно даже definitive edition выглядит лучше чем покемоны вчерашние а что будет с третьей частью она еще лучше и работает стабильно о господи мне нужно сражаться играя за райна ну ладно я никогда по моему не играл за него ну тапочек посмотри вчерашний стриме его выложу в течение недели и сам поймешь стоит ли она того не но говорят покемона аркиус ледженд которые вышли в начале года я забил на них они не плати можно их попробовать рад видеть тебя я знал что с тобой все будет порядке и шелк спасибо тебе райан райан это ты фиора она помнит нас да она через многое прошла сока да вижу если бы мы мы только смогли найти данбана да он будет рад когда увидит нас и я не думаю что когда-нибудь я не думаю что он когда-нибудь заплачет перед вами так он все-таки не плачет миде на и токадо а а фута так значит он все-таки плачет когда никто не смотрит ага а он всегда таким был он очень мягкий но ненавидит когда кто-то это видит я даже не знал нет я в это не верю ну поверь не перенапрягайся я в порядке не хочу увидеть своего брата пойдем шел если ты не сможешь идти я тебя понесу я сейчас намного тяжелее ну я тоже как бы прокачался да вижу райн ты действительно присматривал за шелком ради меня я хотел но мне больше кажется что это он меня защищал это не так да все нормально я знаю это и ты это знаешь я здесь больше не для того чтобы защищать тебя но ты здесь для кое-чего другого да то что я сделал только что не важно насколько ты силен если у тебя нет глаз на затылке так что я прикрою тебя райн райн ты прямо другой человек что ты имеешь ввиду я имею ввиду что хорошо что ты стал таким надежным а раньше я что был не настолько надежным воспринимает это как комплимент ты ничуть не изменилась что же мы без тебя делали точно пойдем ты же хочешь увидеть как мой брат плачет не так да пропускать этого не хочу так ладно мы должны поменять пати на нормальную хотя что-то поменять просто лидера нужно поменять все остальное нормально так что там ага вы обсуждаете тело аферы ну ну что поделать да как говорится что имеем там у рады ну может быть в конце игры что-нибудь придумают и вернут и оригинальное тело хотя оригинальное тело же было покоцано ну может быть у механов есть какой-нибудь я не знаю какая-нибудь технология восстановления или что-то подобное просто да иначе это проблема типа ну если шелки фиора захочет потомства ну типа это хотя есть мели так что ну типа ну можно что-то придумать там посмотрим не меряюсь привет а что такое я что-то слышу что я ничего не слышу возможно наше чувство слуха недостаточно сильное низкие звуки больше чем один осторожно здесь что-то есть упс друзья остановитесь ради Рики 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 очень голоден и Рики очень сонный если Рики сейчас не отдохнет Рики не сможет продолжать идти дальше мы не можем этого допустить не так ли ладно мы отдохнем здесь прежде чем пойдем дальше мели тебе нужен отдых я в порядке хорошо тогда время перерыва привет привет концентрат привет зак так ребят кто из вас смотрит стрим на твиче поднимите руки о клевая мелодия душевная ну что это герпун Рики устроил большую драку с рыбой и Рики победил рыба на гриле очень вкусная ням-ням Дун-Дун тоже должен поесть господи эта фраза великолепна мне казалось ты говорил что не сможешь идти дальше если не отдохнешь да Рики очень устал но Рики также очень голодный как предусмотрительно с твоей стороны Рики не понимает Дун-Дуна не пытайся это скрыть ты ведь сам осознал что проблема была в том что Мелия отставала она никогда бы не признала бы насколько сильно она устала вот настоящая причина по которой ты попросил остановиться это рыба вкусная даже в таком странном месте по крайней мере рыба на вкус такая как должна быть Рики рад что Дун-Дуну понравилась и ням-ням рыба спасибо спасибо Мелия устала но Рики тоже устал да и Дун-Дун не выглядит особо счастливым в чем дело неужели меня действительно так легко прочесть Рики хочет услышать историю Дун-Дуна Рики будет слушать внимательно ибо Рики Герпун я не уверен что это имеет к этому отношение но раз ты уж здесь я тебе расскажу ура Рики будет слышать эту слушать у меня есть сестра и зовут ее Фиора Рики знает она носит серебряные доспехи Шулк ищет ее повсюду да Шулк и Фиора все знают что они нравятся друг другу но они просто не готовы я полагаю они идеальная пара но если они не поторопятся и не скажут друг другу даже Рики это понял я полагаю что все знают однако сейчас Фиора стала чем-то другим она забыла Шулка она забыла и Дундуна да она забыла но Шулк не так легко сдается знание того что он ищет ее наполняет меня надеждой я просто хочу быть там с ними Данбан позаботиться о них Дундун присмотрит за Шулком Дундун присмотрит за Фиорой это все что может сделать папочка нет Рикея ошибся Дундун не папочка ну я ее старший брат же но точно так же как папочка присматривает за семьей ты тоже присматривай Дундун должен сделать то что должен кто бы мог подумать я никогда не думал что буду получать от тебя такие советы у Рики большая семья маленьких понов Рики вырастил и попрощался со многими маленькими понами поэтому Рики кое-что да смыслит в этом да уж действительно я неправильно тебя понял во всех смыслах блин момент конечно отлично такой душевный да кстати заметна какая-нибудь разница в том как я читаю текст по сути читаю не похоже что остальные здесь прискорбно ну надеюсь что все в безопасности все в безопасности потому что все сильные Рики прав вопрос лишь в том когда мы встретимся с ними ну все приземлились в одном и том же регионе так что я так что я думаю они должны быть где-то здесь друзья посмотрите сюда рики нашел это вчера когда рики ходил на разведку интересно куда ведут эти трубы вперед вперед рики рики чувствует что шелки друзья находятся на другой стороне чувствуешь ну что ж я готов попробовать положиться на твой инстинкт но по на как и я ну что ж тогда вперед по трубе понятно понятно ребят это хорошо ну что ж вот собственно мы видим чем занимается данба с компанией но блин слушайте вот после предыдущей сцены рики прямо раскрылся с другой стороны что ли для меня ну он как бы батя с опытом и действительно вот сейчас повел себя именно так потому что ну по сути он сам начался казался каким-то шутом но блин когда нужно что-то серьезное сказать и поддержать он красава он может прямо хорош хорошая сцена была деревня в таком месте мели ребят вы в порядке да а еще мы нашли фиору братик фиора ты помнишь меня прости что я заставил о тебе беспокоиться да все в порядке я просто рад что ты жива братик шелка это твоя подруга детства да ну поздравляю я рада что она в безопасности спасибо я не смог бы сделать это без тебя но как бы все туда попали и что это вообще за место такое эти люди помогли нам это их дом ваше удивление вполне объяснимо мы машина народ мехониса будем звать их так как называют в японской версии машина машина то есть вы имеете ввиду люди машины вы выглядите так будто у вас очень много вопросов но пожалуйста сначала осмотрите нашу деревню после этого мы поговорим я буду ждать вас перед зданием которое мы называем Джанкс вот и прикол оказывается тут кто-то живет на Бионисе ну окей мы подозревали но да вот собственно этот народ машина или макина или машина если на русском ну будем звать их так как зовут в японской озвучке машина очень удобное слово и сразу все понятно но прикольно типа ну осматриваться что тут осматриваться нормально все о Эрастов привет ой ну Матвей это уже Деус Экс Макина это да так арена нам не нужна погнали дальше сразу по сюжету ну ну вы вернулись ну вы закончили осматривать деревню тогда я отвечу на ваши вопросы с чего мне следует начать так послушать Ленаду значит вы механы? в каком-то смысле да в каком-то нет это факт что оружие которое вы называете механом было создано нашей цивилизацией однако мы родились от механиса по вашему пониманию было бы правильно сказать что мы то же самое что и механа форма механической жизни порожденная механисом верно? с нашей точки зрения вы являетесь формами органической жизни порожденная бионисом жизнь порожденная механисом значит здесь есть жизнь прямо как на бионисе объясните почему вы вторглись в наш мир что мы вообще вам сделали я понимаю ваши чувства но пожалуйста мне еще предстоит многое вам рассказать братик пожалуйста давай выслушаем ее да но эти машины они хорошие люди фиоры ты не выглядишь полностью функциональный да с тех пор как ей дали это тело она чувствует себя не очень хорошо но мы честно говоря понятия не имеем что делать ты хочешь сказать что ты не машина так почему ты не сказала мне об этом раньше я в порядке правда бред я же врач тут не нужно беспокоиться я специализируюсь на людях которые как раз находятся в твоем положении как я и думала ты была трансформирована в единицу лицах вы испытываете функциональные сбои в нескольких местах я отведу ее свою лабораторию глава ответит на ваши вопросы он ждет вас в джанкс нас поговорим позже шелк 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 фиора фиора не беспокойся я присматриваю я присматриваю за ней спасибо да сейчас ее починят и поставят на ноги да виктор кто знает кто знает что огромный я всегда очень рад когда вижу лица людей нам сказали что вы нас ждете именно так я долгое время ждал жду чтобы вы что вы примите мой запрос запрос но сначала позвольте мне спросить меч который держит этот молодой человек это моноду да и разрушение крепости меча это дело рук твоих да однако к сожалению мы не смогли остановить Эгеля Эгель вы его знаете он утверждает что является лидером Мехонеса этот Егель с которым вы сражались один из наших людей мой сын ваш сын вообще-то мой запрос касается его тоже я хочу чтобы вы убили Эгеля конец главы серьезно так быстро ну ребят мы продолжаем это что это что это Дорогие представители Хомсов и Нопонов Моя скромная благодарность за то, что вы приняли наше приглашение Я Калян Антиква, регент АНТ Мы все знаем, кто вы такой Вы их, хаэнтианцы Обеспечивали себе здесь безопасность Наблюдая за тем, как нас уничтожают И с какой стати вы это позвали нас сюда? Как было сказано в моем приглашении Мы намерены создать союзное объединение сил народов Биониса С которыми мы будем выступать против механов Фу, не конечна Эх, ты только посмотри на себя Одна маленькая царапина И вы уже начали молить о помощи Я не буду этого отрицать Их нападение действительно послужило катализатором Но факт остается фактом Все изменилось Когда мы нуждались в помощи в битве долины мечей Наши крики были проигнорированы Назовите мне хотя бы одну вескую причину Почему мы Должны вообще беспокоиться об этом Я понимаю Ваш гнев Наш эгоизм был непростителен Однако выслушайте, пожалуйста, то, что я хочу сказать Послушайте, почему наша позиция изменилась Начинай говорить, если хочешь Но не обещай, что мы останемся здесь до конца Мы, пантеанцы Ошибались Мы полагали Что если на нас нападут механы То только наша сила сможет Дать им отпор Но отважная группа Молодых героев показали нам Ошибочность наших путей И они Когда этот эль-токай Ки-шин-хей 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 Механы Обрушились На море Эрит Шолк сражался С таким мужеством Которого я никогда не видел И меня больше всего удивило Что эта группа состояла Из представителей разных рас Хомсы Нопоны Аэнтианцы Хоть они и были разные Они доверяли друг другу Как друзья Бучи Всего лишь Одним из жителей Биониса Я Захотел Нет Я чувствовал Себя обязанным Стать сильнее Как они Но их сила Исходит от Монода В этом мире Храбрость Не слишком далеко тебя заведет Значит вы Не присоединитесь к нам Ты придержи своих коней сынок Я просто сказал Что они победили Не только Благодаря храбрости Ну а без нее Они бы Далеко не ушли Ладно Ты можешь рассчитывать На нашу помощь Нопоны Нопоны тоже присоединяются Хому-хому И Птичий народ Друзья Нопонов Мы будем сражаться вместе Диксон Диксон Вы уходите Да Я почувствовал Внезапную боль в шее Это ваш ответ Не торопи события Принц Учина 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 Я оставляю силы колонии Со стариной Утароном Что присутствует Здесь Вы можете Использовать их Как захотите А мне нужно быть В другом месте Могу ли я спросить Где Сражение Это не просто Лобовая атака Чем раньше Вы это поймете Тем лучше А мне лучше Пойти и напомнить Об этом шелке И остальным Значит Вы знаете Где Они находятся Ну Я же сказал У меня есть Неплохое представление Диксон Да Если вы встретитесь С шелком То что У меня есть кое-что Что я хочу Чтобы вы ему передали Сократ Привет Добро пожаловать Ребят Подозрительно Ты хочешь Чтобы мы Убили Вашего сына Тьфу Вы хотите Чтобы мы Убили Вашего сына Это Немаленькая Такая просьба Но Бионис почти полностью уничтожил нас Я полагаю, что Бионис просто не хотел, чтобы мы были рядом Госпожа Мейнет сражалась с Бионисом ради нас И в конце концов, два титана ранили друг друга, а затем погрузились в глубокий сон А кто такая, госпожа Мейнет? Это человек из-за кишин-кай. Если бы не говорится, то есть кишин-кай. А-а-а, ну всё, понятно Создательница Мехониса Можно сказать, что она и есть Сам Мехонис Ты говоришь так, будто всё это видел Разве всё это не является просто древним мифом? Я знаю, что я выгляжу довольно молодым Но на самом деле, я довольно старый Я видел всё своими собственными глазами Да ну чё, серьёзно? У жителей Мехониса должно быть более долгая продолжительность жизни Точно так же, как и у нас, хаинтианцев Мы живём намного дольше, чем Холмсы Я, конечно, всё понимаю Но он же не мог прожить так долго Но почему вы хотите, чтобы ваш сын умер? Исходя из того, что вы нам рассказали Я бы подумал, что вы хотите, чтобы мы уничтожили Биониса Они убивали вашего собственного сына Эгель был блестящим молодым человеком Он был сильным, умным, сильным И... Добрым К мини способным Однако Он никогда не простил Биониса за то, что он сделал И он поклялся отомстить Значит, он хочет сделать то же самое с Бионисом Значит, он хочет сделать то же самое с нами Что Бионис сделал с машины? Эгель Он не хочет жить в Бионисе Недаясь Верно Эгель пытается Искоренить всю Невинную жизнь на Бионисе Его нужно остановить А разве вы сами никогда не пытались остановить его? Мы пытались И не один раз Многие люди были убиты Он ослеплен местью Даже госпожа Менит Сама Не смогла бы Убедить его остановиться А где сейчас находится Эгель? Скорее всего Скорее всего В столице Мехониса Он в одиночку пытается восстановить ее былую славу Мне почему-то жаль его даже Эй, ты что несешь? Ты что, забыл, что он с нами сделал? Да я и не забыл И не простил Но Эгель явно много страдал в своей жизни Ты совсем не чувствуешь Страдания Что я знаю То, что это выглядит подозрительно Кого волнует Через что он прошел? Райан Я все понял Насчет Эгеля Но почему именно мы? Вы должны знать Что меч Шулка Монода Особенно уничтожить Оружие Мехониса Говорят, что когда-то именно он был мечом Бионисы Разве Сам его вид не заставляет вас дрожать? Занза Да, так Просто говорю сам с собой Ну, если вы собираетесь убить Эгеля То вам понадобится вся сила этого меча Вот насколько силен Эгель Ну, хватит разговоров Вы, наверное, устали Не торопитесь Обдумайте все Пока не закончится лечение Молодой Дамы Не стесняйтесь Проводить время Нашей деревне Блин, его смех я не смогу повторить Она, конечно Молодец, что пережила такую травму Что вы имеете ввиду? Разве она не больна? Поскольку вы, похоже, разбираетесь в хомской медицине Не объясню это так Я боюсь, что у нее удалили несколько органов Правильно ли я все понимаю Она была Настроена так Чтобы работать внутри Механа Да, верно Она была Превращена в Центральный нервный блок Механа Так что Кровь может циркулировать Через компоненты Механа Как? Я думаю, что ее иммунная система Теперь настроена На совместимость С Механом Вот почему Ее силы Иссякли Но вы же можете ее вылечить Не так ли? Пожалуйста Конечно Даже будучи Врачом машины Машин Я не могу закрыть глаза На такое Зверство С нашим оборудованием Она восстановит свои силы Но Ей придется жить С таким телом Я не могу восстановить Ее тело Хомса Что было из плоти и крови Да все нормально Я не хочу быть обузой Для шелка Мне все равно Пусть у меня будет Тело машины Просто Сделайте так Чтобы я Могла сражаться Рядом с ним Фиора Предоставьтесь мне Если таково Ваше желание Я сделаю все Что в моих силах Да Я должна имплантировать Новую систему Кровообращения Для ее Иммунных функций Однако У нас есть одна проблема Проблема У меня нету Пезоэлектрического блока Который необходим для управления Такой системой До тех пор Пока она будет Оставаться на этой кровати Система Жизнеобеспечения Сможет это компенсировать Но чтобы свободно Передвигаться Ей нужен Пезоэлектрический блок Это тот же самый блок Что используется В механе Так что Если бы вы смогли Найти какие-нибудь Детали механов Но где? Ну за пределами деревни У основания Диджит 5 Там есть пляж Там обломки Что упали сверху И были Выброшены на берег Возможно Возможно вы сможете Найти один блок Среди Обломков Механов Мы пойдем посмотрим Пляж У основания Диджит 5 Верно? Да Он испускает Слабое красное свечение Так что ночью Его будет очень легко найти Так Ну что ж Говно вопрос Так Я вижу тут Ей винтик Камера Слишком закрытое Помещение О Да уж Максимальный уровень Серьезно Между братом и сестрой Куда же Ладно Где он уже должен быть Максимальным Так Вернем танка В пати И вперед Ну вроде Недалеко Вроде Недалеко Ну что ж Ребят Как вам Новые подробности Мы действительно Сегодня узнали Много интересного За этот час Что у нас там Что у нас там Ну аэростов Ну Ну да Там все правильно Но мы пока что Трилогию Ксеноблейда Крониклс Будем проходить Там уже Поживем Да и сейчас Не то что нету Но Как бы да Но это трудно Понять Некоторым Аздрюбель Я не видел И не знаю Что это Ну как они выглядят Эти роботы Долнобойщики Но Да уж Забавно Ну а может быть Человек Что стоял За этих роботов Долнобойщиков Возможно вдохновлялся На Блэйда Их знают Так Давайте Отстаньте От меня Сейчас они Отстанут И мы Подойдем К цели Да твою же Отстань Уже Ну Забей Кстати Давайте На всякий случай Сохранимся Хотя тут есть Автосейвы В отличие От второй части Так Ну файта Айк ты А что-то мне кажется Нам сегодня Нам придется Еще пофармить Чуть позже И учитывая Что у нас Второго стрима Нету Сегодня То вы понимаете Что это значит Эм Я здоров Спасибо Отлично Я вот тут Вроде куча Материала Собрал Для крафта Этих Драгоценных Камней Надо будет Посмотреть Чуть позже Так Ну все Возвращаемся Упс На второй этаж Ну Как все прошло Вы нашли блок Конечно Кажется Мы его нашли Это Пезоэлектрический Блок Да Это он Отличная работа Линада Фиора Теперь будет в порядке С ней все будет хорошо Мне просто понадобится Немного времени Чтобы перенастроить И установить блок Предоставьте это мне А вы Немного отдохните Но Шелк 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 Вы хотите Чтобы она увидела Вас Изможденным Когда проснется Да Вы правы Я постараюсь Немного отдохнуть Спасибо за Спасибо вам За все Что вы делаете Кстати Да Глава сказал Что хочет поговорить С вами Я полагаю Это касается Эгеля Я пойду И поговорю с ним Он хочет Чтобы Эгеля Остановили И мы тоже Но мне просто Нужно Обдумать Все как следует Хорошо Вам не нужно Слишком сильно Перегружать себя Мы поможем Вам Всем Чем сможем Спасибо Так Потом будет Квест По сбору Запчастей Чтобы Фиора Смогла Залететь Для Установления Соответствующего Блока Ну Знаешь Эрастов В этом Что-то Есть Но Скорее Сего Это Будет Уже В Пост Гейме Вы Должно Быть Устали Пожалуйста Не стесняйтесь Используйте Эту комнату Хотите отдохнуть Да Хочу Ой Ну Ну как Вы Хорошо Выспались Да Да Очень хорошо Я хотел Поговорить О вашем сыне Ты уже принял решение Да Мы согласны С вами Эгеля Нужно Остановить Но Мы не Можем Действовать Прямо Сейчас Почему Так До того Как мы Прибыли Сюда Мы Слышали О плане По Созданию Союзных Сил На Бионисе Можем Читая 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 Китай Китай Костей 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 И Со дня На День Они Начнут Нападение На Мехонис Но Это Слишком Опасно Эгель Создал Оружие Которое Может Убить Всех Нас Оружие Которое Использовал Мхар Ой То что Та что Стреляет Зеленой Жидкостью Еще там Фраза Забыл Он сказал Что Оно Может Разложить Любое Существо С Бионисы Мы Должны Вернуться И Предупредить Их Пока Не стало Слишком Поздно Ну Ты всегда Можешь Попросить Меня Сделать Это Диксон Что Вы Здесь Сделайте Не могу Поверить Что Вы Нашли Нас С чего Ж Это место Находится Прямо Под крепостью Если Если Упал Оттуда И подумал Что Ты Должен Был Оказаться Здесь И Собственно В яблочко Хорошо Вы Диксон Диксон А я вижу Ты выглядишь Как обычно Как раньше А вы Что Знакомы Друг С Друг Типа Того Он Прикрывает Меня Я Прикрываю Его Он Рассказывает Нам О Внешнем Мире А мы Даем ему Технологии И Информацию Ребят Но он Совсем Неподозрительный Теперь Почему Ты молчал Об этом Эта информация Жизненно Важна Для всех Кто Сражаются С Мехонисом Не все Из нас Холмсов Хорошие люди Что бы Случилось Если Тот Кто Ненавидит Мехонисы Найдет Это место Узнает Об этом Мехонисе Эти машины Отрезали Себя От мира Чтобы Уйти От Бессмысленной Борьбы Значит Они сбежали Чтобы жить В мире Туда Нигде Их не увидят В этом И смысл Умная Умная Маленькая Наследная Принцесса Не правда Ли Так Значит Вот Ты Раздобыл Все Те Вечи Которые Ты Привозил В колонию Девять Мне было Интересно Откуда Ты Берешь Я думал Что Это нормально Пока Пока Это помогает Шелку В лаборатории Но Теперь Секрет Раскрыть И Насчет Того Оружия О какой Опасности Идет Речь Вообще Я не знаю Почему Но Оно Дезинтегрирует Все К чему Прикасается Но Только Если Это Животие Ткань Избиваются Спорим Это пригодится Диксон Да Шучу Я Но В любом случае Она Пока Что Позаботимся О том Чтобы Это Не Коснулось Вас Я Что Нибудь Придумаю Чтобы Противостоять Этому Оставьте Это Мне Я буду Держать Вас В курсе А Вы Идите И Позаботьтесь Об этом Эгеле Или Как там Его зовут Если Вы Сможете Его Одолеть Союзные ВСК Могут Даже Не понадобиться Союзные Силы Хорошо Дайте мне Немного Времени Подумайте Обо Всем Обдумайте Это Могут Фьора Могут Фьора Могут Ты еще не принял решение? Диксон, послушайте. Данбан рассказал мне обо всем, о цели твоей миссии. Да. Так ты хочешь отомстить за Фиору? Да. Но ты нашел ее. Живой. И теперь ты ее вернул обратно. Значит, теперь все кончено, да? За что вы сражаетесь, Диксон? Я? Я? Я только не волнуйся, но... Он просто задел меня за живое, этот Эгель. Потому что он пытался уничтожить Хомсов? Да, но это еще не все. Это его ненависть к Бионису. Или скорее, его цель уничтожить все, что живет на Бионисе. Я расскажу тебе одну вещь. Союзные силы Биониса собираются быстрее, чем я думал. Правда? Да. Он пытается уничтожить Хаэнтеру. Он пытается уничтожить Хаэнтеру. Я думаю, что они будут нападать в Кишинкайе? Конечно. Но, похоже, у Принца есть другой план. Он передал мне послание для вас. Когда союзные силы атакуют Мехонис, вам не нужно вступать в бой. Че? Он хочет, чтобы вы воспользовались хаосом и сделали то, что вы должны сделать. Это сказал Принц Каля. Я тоже сильно удивился. Он выглядит как размазня. Но у него яйца есть. Да. Полагаю, он именно такой человек. Ну, что ты собираешься делать? Он хотел, чтобы я сообщил ему об этом. Мы отправимся в столицу Мехониса. Ты собираешься расправиться с Эгелем? Не знаю. Я не могу простить Мехонцев за то, что они сделали. Но после того, как я послушал Микола, я думаю, что может быть другой путь. Ты слишком добрый. Вы действительно так думаете? Да. А еще как. Он самопровозглашенный лидер Мехоницы. Я слышал о том, что он сделал с Монода. Если ты столкнешься с ним лицом к лицу, его могут сожрать. Но ты должен бросить на него все силы. Даже если шансы на победу ничтожно малы. Будешь колебаться хотя бы на секунду, и ты труп. Мы не позволим Шулку умереть. Никогда. Звукорежиссер, мне кажется, музыка тут потише должна быть. Ладно. Пера. Ты в порядке? Чтобы ходить уже. Да. Я должна отдать ей должное. Эта Линада довольно хороша. И не только с машинами. Она также хорошо знакома с органической физиологией. Я не могу ты отправился за тем, что ей нужно было, чтобы вылечить меня верно. Прости, что создала столько хлопот. Но теперь я в порядке. Я буду рядом с тобой сражаться, чтобы защитить тебя. Куда бы мы ни пошли, как бы трудно не было, Шулк поступает правильно. Неважно, малы наши шансы, Шулк всегда будет придерживаться правильного пути. И не забывайте, что именно благодаря Шулку мы все здесь сражаемся вместе. Это еще одна мощность. Я думаю, это говорит о том, что у него сильный характер. Я не прав, Диксон? Что ж, когда я думаю обо всем, что вы сделали, я не могу это отрицать. Диксон, мы отправимся в столицу Микониса. и насчет союзных сил. Да, предостык это мне. Я не позволю, чтобы с колонией что-то случилось. Этим механом больше ничего не сойдет с рук. Вы уходите? Спасибо за вашу помощь. В столице вы можете столкнуться с некой Ванея. Просто назови мое имя. Яна поможет вам. Ванея? Она тоже машина? Она моя дочь. Она не будет далеко от Эгеля. Подождите. Вы хотите сказать, что она сестра Эгеля? Верно, парень. И вы говорите, что она нам поможет? Эта девочка не хотела. причинять боль Эгелю. Но ей не нравится то, что он делает. Так что, я думаю, она может сильно помочь вам. Молодежь. Я не знаю. Нет, я не понимаю, почему это она должна она помогать, но мы постараемся найти ее, когда доберемся до туда. Удачи. Фиоро, не забывайте. я сделала только временный ремонт. Я думаю, что вы сможете сражаться, но не переусердствуйте. приходите ко мне, как только возникнут дальнейшие сбои в работе системы. Обязательно. Спасибо. А пока что, я надеюсь, что найду способ восстановить ваше прежнее тело. О! Разве это возможно? Теоретически, можно было бы использовать вашу генетическую информацию для регенерации отсутствующих органов. Простите, с моей стороны несправедливо давать вам надежду. Честно говоря, шансы очень малы. Но если есть хоть малейшая возможность, я должна попробовать. Да, спасибо вам. Или надо. Фиоро. Не делай такое лицо. Ладно, пошли. Иди, парень. Я рассчитываю на тебя и Монада. Не подведи меня, шелк. почему это лицо предало меня. И этот цвет. Нет, это невозможно. Наверное, это были остатки воспоминаний из ее прежней жизни, из-за которых я потерял контроль. Воспоминания, именно они ограничивают потенциал металлических лиц. Италлической лица. Теперь я знаю, что я должен стереть все следы того, кем они когда-то были. Все, что нужно моим слугам, это инстинкт борьбы. Эта женщина Хомс. Она была с мальчиком, который использует Монада. Цвет ее памяти. Он сияет очень ярко. Приведите мне лицо 20 814. Значит, это тот самый мужчина. Мальчик Щелк остается бельмом на глазу. Я буду наслаждаться, наблюдая, как мои миньоны сокрушают его. Будь спокоен, слуга мое. Я вижу, что твои воспоминания причиняют тебе много страданий. Твою же. Ну, вы поняли, что нас ждет. Шелк, это. Шелк, возьмите это. Это? Что это? тропинка, ведущая от основания. диджит 2 к подножию мехониса. Это ключ от это ключ безопасности от двери, который запечатывает путь. нам, живущим в деревне, он не нужен. Но для вас он будет бесценен. мы в долгу перед вами, Ленадо. Шелк, Фиоро. Берегите себя в своем путешествии. Да? Ленадо, спасибо вам большое за все. не считая чуть-чуть геймплея, у нас почти час половины диалогов. Ладно, я немного устал, поэтому давайте сделаем перерыв пять минут, и продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok